Глава пятая. Бабочкина куколка. Куколка и Алиса молча глазели друг на друга. Наконец куколка оторвалась от своей трубки и вялым сонным голосом пробубнила, будто и не к Алисе обращаясь. Кто это? Такое начало разговора мало было похоже на начало. Алиса растерялась. Это, уважаемая, не это, а я. То есть это не совсем та я. Поначалу я была не эта. Но я столько раз остановилась не тем, то этим, то этим, то я совершенно запуталась. Не путай меня, рассердилась бабочкина куколка. Это уже ни в какие ворота не лезет. Это как раз пролезет, возразила Алиса. А вот то это, что раньше было мной, никак не пролезло даже в крохотную дверцу. Не говоря уж о воротах, ясное дело. Ни ясности, ни дела не вижу. Ни того, ни этого, возразила бабочкина куколка. Вам не ясно, потому что этого с вами еще не случалось, попыталась объяснить Алиса. Случалось, отрезала куколка. Правильно, то вы были гусеницей, а то станете бабочкой. То это не то. Что это, решительно сказала куколка. Хорошо, поспешила согласиться Алиса. Зато со мной было как раз то. То я больше, то меньше. А это? Кто это? Перебила ее бабочкина куколка. Вот и вернулись к началу. Только это начало разговора больше было похоже на его конец. Алиса уже не сдержалась и сердито сказала. В конце концов, вам бы тоже было неплохо бы представиться. Как ты это себе представляешь? Пробурчала куколка. Этот вопрос совершенно сбил Алису с толку. Что толку разговаривать в таком духе? Куколка, наверное, просто не в духе. Алиса повернулась, собираясь уходить. Вернись, окликнула ее куколка. Я еще не сказала самого главного. Как тут уйдешь? И Алиса вернулась. Главное не забывать главного, бормотнула куколка. И это все? Спросила Алиса, еле сдерживаясь, чтобы не нагрубить. Но это не самое главное, обронила куколка. Делать Алисе было нечего. Да она и не знала, что делать. И делать нечего. Решила подождать. Вдруг услышит что-нибудь дельное. А бабочкина куколка молчала себе, посасывая длинную фарфоровую трубку. Лишь минут через пять она промямлила. Тебе чего-нибудь не хватает? Да, грустно сказала Алиса. Мне не хватает роста. Я уж и не помню, какой было раньше. Но хоть что-нибудь ты помнишь? Боюсь, что нет. Даже в лесу родилась елочка, перепутала. И Алиса тяжело вздохнула. Попробуй прочитать. Скажи-ка, дядя, посоветовала куколка. Алиса послушно начала. Дядю старого на вилле навестил племянник вилле. И на дядю строго глядя он спросил. Скажи-ка, дядя, ведь не даром для чего-то. Вот уже недели две ты стоишь на голове. Даром, даром. Ни гроша головой не заработал в жизни я моя душа. Но племянник строго глядя продолжал. Скажи-ка, дядя, ведь не даром говорили, что гусей двенадцать дюжин, поедаешь ты на ужин. Даром, что ли, милый вилле? Я уже полсотни лет ничего не ем в обед. А мальчишка косо глядя пропищал. Скажи-ка, дядя, ведь не даром, без сомнений, говорят, что ты легко влез в игольное ушко. Дар такой мне дан с рождения, но теперь я стал не тот, мне мешает мой живот. Но паршивец, прямо глядя, вопрошал, скажи-ка, дядя, ведь не даром стал ты старым, почему же ты пока не дорос до потолка? Даром дам тебе, юнец, за даром я такого тумака, прыгнешь сам до потолка. Это не то, сказала куколка. Кажется, вы правы, рука согласилась Алиса. Некоторые, возразила бабочкина куколка, все от начала до конца. И она снова надолго замолчала. И насколько ты хочешь измениться, спросила она наконец. О, настолько будет вам угодно, поспешно сказала Алиса, лишь бы уж раз и навсегда так неприятно бесперерывно становиться то тем, то этим, не правда ли? Да, неправда, недовольно сказала куколка. Алиса молчала. Никогда в жизни ей не встречалась такая противная спорщица. Так и терпение кончиться может. Ростом своим ты довольна? Спросила куколка. Видите ли, осторожно сказала Алиса. Все было бы ничего, если бы удалось подрасти хоть чуть-чуть. Сейчас я просто смешно сказать кукольного роста. Ничего смешного не вижу. Это самый лучший рост, рассердилась куколка. Не сердитесь, но мне это не очень удобно, произнесла Алиса. Извиняющимся тоном. А про себя подумала. Такие они все тут обидчивы, прямо беда. Со временем приспособишься, буркнула бабочкина куколка и занялась своей длинной фарфоровой трубкой. Алиса набралась терпения и ждала, когда она соизволит заговорить снова. Через минуту-другую куколка зевнула, трубка выпала у нее изо рта, а куколка закачалась и скатилась с гриба в траву. И уже оттуда Алиса услышала. С этой стороны уменьшишься, а с той увеличишься. Грызи. Что? Растерялась Алиса. Гриб! Донес ей с травы сухой голос бабочкиной куколки. Алиса недоуменно глядела на совершенно круглую шляпку гриба. А как узнать, где та сторона, а где эта? Наконец она, будь что будет, обняла гриб и отломила от шляпки сразу два куска. Справа и слева. Этот тот или этот этот? Попыталась разобраться Алиса. Но разве тут разберешь? И она решительно поднесла правую руку к рту и откусила самую малость. В то же мгновение она прибольно стукнулась подбородком о собственной туфельке. Было очень больно. Но Алиса не растерялась. Скорее, скорее, пока совсем не исчезла, откусить от другого куска. Но попробуй это сделать, если подбородок приплюснут к ступеням. С трудом Алиса приоткрыла стиснутый рот и протолкнула туда крошку гриба. Ага! Голова освободилась! Засмеялась от радости Алиса. Но тут же замерла от удивления. Когда она поглядела вниз, то не увидела себя. Она запропастилась куда-то вся, целиком. Осталась только шея. Длинная, как столб шеи, тряслась далеко внизу в море зеленой листвы. Я утопаю в листьях. Неужели уже осень нагрянула? Изумилась Алиса. А куда же девались мои руки? Ручки вы где? Она попробовала поднять руки, но так их и не увидела. Только далеко внизу в гуще зелени что-то зашелестело. Наверное, руки. До головы они не достанут. Придется нагнуть к ним голову. К своей радости Алиса обнаружила, что ее шея гнется по-всякому. Легко и свободно. Она красиво дугой изогнула шею, собираясь окунуть голову в зеленую листву, которая, как она уже догадалась, росла под ней на макушках деревьев. Но вдруг раздался злобный писк. Пестрая голубка налетела на нее и норовила ударить крылом по лицу. «Змея! Змеюка!» – перещала голубка. «Какая я не змея!» – возмутилась Алиса. «Отстаньте!» «Нет! Змея!» – не унималась голубка. И вдруг жалобно всхлипнула. «Чего я только не перепробовала, чтобы от них избавиться!» «Никак не возьму в толк, о чем вы!» – недумевала Алиса. «Чего я только не находила!» – продолжала голубка. «Словно и не слыша Алису. И корни деревьев, и крутые берега, и колючий терновник. Этим змеям все нипочем!» Она совершенно заговорила Алису. Не было возможности и слова вставить, пока голубка не замолчит. «Будто мало мне одной заботы высиживать птенцов!» – трахтела голубка, все больше возбуждаясь. «Так нет же! Еще и змеи пасайся день и ночь! Уже третью неделю не сплю!» «Я вам вполне сочувствую!» – вежливо сказала Алиса, начиная кое-что понимать. «Стоило мне, наконец, найти самое высокое дерево в лесу!» Голубка уже просто охрипло от крика. «Стоило мне, наконец, хоть чуть-чуть успокоиться, как эти подлые змеи стали падать на меня прямо с неба!» «Хм, змеюка!» «Но говорю же вам, я не змея!» – втолковывала ей Алиса. «Допустим, кто же ты тогда?» – ядовито спросила голубка. «Вижу, вижу, как ты хочешь извернуться!» «Да, ну, я маленькая девочка!» Неуверенно промямлила Алиса, вдруг припомнив все свои превращения и не понимая, во что же она превратилась теперь. «Ловко придуманная!» – насмешливо пискнула голубка. «Случалось не всяких девочек видеть, но чтобы с такой шеей?» «Никогда! Ты змея, и больше никто!» «Соври еще, что никогда яиц не ела!» «Ела?» «Иногда?» – сказала правдивая Алиса. Вроде она совсем не умела, но маленькие девочки тоже едят яйца. «Это вовсе не значит, что они змеи!» «Рассказывай!» – засомневалась голубка. «Впрочем, если девочки впрямь едят яйца, то они тоже змеи, только на свой лад!» Это была такая неожиданная мысль, что Алиса на мгновение онемела, чем дала голубке повод для нового нападения. «Мне ясно одно – ты ищешь яйца, а девочка ты или змея – мне все равно!» «Зато мне не все равно!» – воскликнула Алиса. «И никаких яиц я не ищу! А ваших и подавно! Я не люблю сырых яиц!» «Ну и прекрасно! И ползи отсюда!» – угрюмо пропищала голубка и вернулась в свое гнездо. Алиса согнулась, пытаясь протиснуться между густыми ветвями деревьев, беспристанно запутываясь в них шеей. Без конца приходилось замирать и выпрастывать шею из цепких зарослей. Тут она вспомнила, что все еще держит в руках кусочки того гриба. Дотянувшись до своих рук, она опасливо откусила от одного кусочка, потом от другого. Так, то вырастая, то уменьшаясь, она, наконец, снова стала сама собой. В первое мгновение она сама себя и не узнала. Так часто ей в последнее время приходилось изменяться. Но через несколько минут она уже вполне свободно беседовала сама с собой. Ну, полдела сделано. Голова кругом идет от всех этих превращений туда-сюда. То ты такая, то эдакая, а все же мне удалось стать прежней Алисой. Остается отправиться в тот прелестный садик. Только хотела бы я знать, как туда добраться. Тут, рассуждая, она неожиданно вышла на поляну, где стоял маленький домик, ниже ее ростом. Кто бы там ни жил, подумала Алиса, но для них я слишком рослая, распугаю их, чего доброго. Она снова приняла съесть гриб и добилась того, что стала не больше собственной ноги.